если возникают какие-то аномалии со здоровьем вы каким образом их ликвидировать вы идете к официальным врачам или что вы делаете если у вас возникает проблема по здоровью до врачей мне добираться просто некогда до официальных это ходить по поликлиникам и сидеть там в очередях я знаю что там все равно на каждую отпущено по 12 минут эти 12 я лучше потачу на размышления и чтение так книг справочников каких посмотреть насчет своей болезни дело в том что у нас вся семья была медики разного так масштаба отец был профессор биохимик фармацевт изготавливал лекарство новое придумал для фронта как раз во время войны мама была работала военном госпитале врач терапевт а потом в пятой градской больнице спецбольница святого алексия и брат ветеринарный врач его жена тоже ветеринарный врач хирург там вообще дедушка ухо горло носа врач некуда несусь и один такой все делом занимались лечили людей или животных или живот нет ну себя понятно это можешь лечить может нет твое дело но окружающим людям все мои родные приносили и людям и животным приносил лечили их и брат лечил и жена брата один я только животных только болтовня то есть ля ля бу бу я не их рассказываю а как их лечить как им помочь толком не знаю изучаем изучаем придумываем методы охраны но не более того почему вы заинтересовались вот какими-то технологиями не связанными со социальной медициной вы с петром не случайно встретились во что вас привело чем вас заинтересовали вот эти системы нестандартный ну конечно система жизни я даже не сказал поздравили всем и жизни аркадий новович петров настолько гармонично соотносит настолько уникальное что конечно не заметить ее не обратить внимание не пойти послушать это удивительного человека разговаривающего прямо со всемирным разумом по сути дела но это было бы просто большая глупость с моей стороны если это знаю ну ну когда не ведают что творят люди но они не знают про петров ничего и живут все спокойно я узнал о нем увидел эти книги я начну их читать я собственно нахожусь в таком состоянии восхищенного так изумлений по поводу этих книг но это еще не говорит о том что я постиг все что там сказано потому что конечно древо жизни это такая философия что может быть здесь еще раньше лет на 20 встретил аркадий новович я больше успел почитать и понять и применить к себе это сейчас я пока что просто читаю восторгаюсь изумляюсь поражаясь местами это конечно настолько интересный во многом загадочно что я просто удивляюсь и радуюсь каждой встрече с ним когда у меня бывает время вот поехать на какие-то его выездные реакционные курсы я не в стене вот когда он здесь в москве появляется или пушкина читает я стараюсь так сказать попадать туда и получаю громаду удовольствия и от слушания его как он говорит как он рассказывает как чувствует что это действительно все понимаете бывают такие но графоман или какие-то такие знаете люди кто-то говорят так что попало а здесь чувствует что вот через него что-то говорит с тобой никто такой ну мудрейший разумнейший и как-то и в то же время добрый любящий тебя супер организм высший разум что хотите вот и это настолько приятно посидеть и видеть и себя ощущать так получающим этот поток такой доброй информации льющийся на тебя из его уст и рядом видеть еще ну смотреть на лица сопереживающих вот этих слушателей это про мной целый такой самому хорошем смысле слова такой театр добрых действий добрых совершений даже полагаю я полагаю я полагаю я полагаю это чувствую что очевидно в этом есть правда это когда генри стэнли после двух лет поисков дэвида ливингстона по всей африке так вперед и наискось однажды вдруг входит какое-то селение еще не знаешь что и вдруг видит белого человека единство в те времена это была такая редкость а дэвид ливингстон остался в одно успеху решил стать там миссионером и преподавать им религию христианство он видит белого человека и понимает что за тысячи кем-то вокруг вообще-то никого не должно быть а он ищет дэвида ливингстона он подошел мистер дэвид айс юм господин дэвид я полагаю я полагаю и вот я тоже я полагаю что это вполне может быть я я не могу быть уверен поскольку я сам этих опытах участвовал но я не собираюсь верить или не верить я полагаю глядя на то что действительно многие животные низшего то есть разряда в природе имеют способность к регенерации органов причем эта регенерация уже подходит прям вплотную то есть амфибии рептилии да и вот у нас просто рано зарастает пока что но конечно есть какие-то особые механизмы применять я думаю в любом живом организм можно регенировать какие-то органы тоже я не уверен какие все ли это можно регенерировать но вот те которые удалось сделать аркадий на ум учащий да это так и есть это очевидно поскольку там есть документы подтверждающие обнаружение этих органов и людей которых я не бреда этого удалены это вообще да у него самого ну то есть все для нас и он сам является одним из таких случаев так еще он сам говорит даже еще больше мы убеждены когда не у самого человека потому что человек это может ремня был удален а сейчас он у меня есть а когда он передает на справки о том что ну и вообще-то у него справка вещи у него удаляли то он знает где это удаляли понятно что здесь не надо верить или не верить эти факты подтвержденные на письменной основе врачами что орган был удален и вдруг он на месте о чем можно дальше говорить и можно закрывать глаза и говорить что этого не может быть потому что это не может быть никогда но это это такой знаете ну обывательский шуточный ответ на то что человек не верил что это может быть она состоялась но состоялась ребят состоялась официальной медицины категорически это не примет ну как как не примет но если принимает она не принимает но что вы называете официальной медицины ну конкретные врачи которые боятся первые сказать то что как-то окружающие не принято но это общее такое ощущение когда наконец-то это будет не 5-6 случаев а как будет 50-60 она не вынуждена сказать что это есть ну просто надо дождаться когда это примет такой более уже традиционный характер но и обидно будет за тех кто до этого так если ты отрицал и только и все они наоборот создали комиссию по лженауке которые борются такими утверждениями ну это вот это просто комиссия я считаю конечно это очень неловко для академии наук которые понимают что очень многие совершеннейшие науки еще полвека тому назад на моих молодых годах генетика была объявлена буржуазной лженаукой кибернетика тоже даже из казна не попала по дороге ну что говорить ну неужели будем повторять это мы наступаем на те же грабли многие вещи которые кажутся чудесами там оказывается так сказать но если не обыденные но уникальной реальности